Мы пишем о разных гражданских приложениях, чтобы было понятно, какие существуют, как можно их примутировать. И много очень интересных, ярких идей, которые можно было бы взять и просто переложить на нашу почту. Поэтому это было бы полезно и для некоммерческих организаций, активистов, которые только задумываются о том, как свою идею сделать виртуальной. И для тех, кто думает о том, в чем бы просто поучаствовать, интересно. И прежде чем мы начнем проектирование, непосредственно перейдем к практике, я бы хотела рассказать о приложениях, которые уже существуют в России. И углубиться в тему, в саму содержательную, о которой мы говорим, чтобы было понятно, какие есть идеи. Пусть хорошо естественно. Какие есть идеи и куда можно идти. Что такое гражданские приложения? На мой взгляд, он составит в основном из трех основных таких моментов. Это то, что это интерактивный веб-сайт или мобильное приложение. То есть это не оффлайн-проект, а онлайн. Он существует в интернете и почти каждый участник, который в это приложение подключается к нему, он, соответственно, может каким-то образом что-то создавать, влиять или просто брать информацию, ресурсы и так далее. Во-вторых, это общественно значимая проблема, которая ставится, вернее, является красной нитью, если можно сказать, проходя через всю эту историю. И этих общественно значимых проблем могут быть десятки, мы вот об этом тоже поговорим. И также независимая аудитория, то есть это не непосредственно, не какое-то узкое комьюнити, в котором люди что-то делают сами по себе годами. Достаточно открытая история, в которой можно принимать участие или, по крайней мере, наблюдать за развитием. Существует очень много разных подвидов, и я объединила их в четыре таких больших блока, но, в принципе, их можно делить бесконечно. Они касаются городской инфраструктуры. Вот мне очень нравится в Лондон-Дай-Сигнала о том, что процесс решения проблемы в России — это основная проблема. Если вы видите яму на дороге, то даже не так страшно, что эта яма существует. Это страшнее намного процесс, с которым мы сталкиваемся, когда мы пытаемся что-то изменить в этой ситуации. И для этого придуманы, собственно, эти предложения. Начиная от проекта Навального «Росъяма», в котором каждый может опубликовать какую-то историю с ямой и, соответственно, подать заявку. Она будет обязательно рассмотрена. Дом-двор-дороги похожий проект, и там уже все начинает граффити в подъездах и лампочек разбитых, и заканчивая опять теми же ямами. А «Дай-Сигнал», ну вот просто, да, какие они существуют, «Дай-Сигнал» к тому же относится, да, что люди публикуют какие-то свои локальные проблемы, а они становятся глобальными в экофантуре, потому что можно лайкнуть, подписываться, там, коллективную петицию какую-то подать. А «Заливает СПП» — это ваша родная история, да, я так понимаю, потому что все, что касается протечек в Петербурге, это такая фирменная проблема, можно сказать, городская, и вот с ней тоже борются на этом сайте. «Дороги России» — это новое приложение Google. Ты едешь в машине, у тебя подключено к мобильному устройству, к этому смартфону специальное приложение, которое считывает тряску в машине, поэтому он идентифицирует, насколько плохая дорога. И, соответственно, вся Россия скоро будет размечена вот таким вот, скажем так, уровнем этой тряски. Единственная проблема заключается в том, что обычно нормальные люди объезжают ямы, они измеряют их степень и глубины, поэтому это будет недостаточно, скажем так, репрезентативно, но какой-то эффект от этого будет. Комьюнити — это все, что связано с приложениями, в которых люди не просто жалуются на что-то, но что-то создают сами, начиная с нуля или начиная с какой-то, опять же, проблемы, но это, скорее всего, что-то нечто позитивное. Это тот же и хайб для пассажиров и водителей, когда люди меньше едут на своих машинах и пользуются услугами водителей, которые все равно едут в ту сторону, они могут, соответственно, сэкономить время, деньги и окружающую среду поберечь. Это Local Law. Вчера мы как раз-то слышали ребят, которые презентовали этот проект, он складывается из двух слов — локальный и около, то есть люди, которые живут в одном районе, чаще всего мы можем общаться с кем-то в Австралии, не знать, как зовут нашего соседа по лестничной клетке, это достаточно обидно, мне кажется, и это приложение дает им возможность все-таки познакомиться, объединяться мамам, которые хотят вместе ходить гулять с детьми, ищут вместе детский сад, и также решать какие-то локальные проблемы, существующие во дворе и в районе, как-то рядом все. Это Фрунзенский район, Санкт-Петербург — такая же история, то есть это портал о том, что происходит в районе, как можно в этом поучаствовать, что можно изменить, какие-то идеи, решения, все там это есть. Это Сайнбук — это немножко другая история, она всероссийская. Каждый может опубликовать свои какие-то истории, нововведения, статьи, обсудить их, то есть это больше такая для студентов и научных исследователей. Общественный контроль — это самое, наверное, острое даже в наше время, а сейчас, потому что это все, что связано с тем, как ограничить беспредел, сбракатии, как сделать лучшие государственные услуги, которыми вечно многие недовольны, и, собственно, это, например, публичные доходы, мой любимый сайт, на котором показываются зарекларированные доходы чиновников, где можно сравнить, кто сколько получает, и у кого самые большие участки, у кого самые большие квартиры, и вот такая просто забавная штука, чтобы понять вообще, где мы находимся. Роспил — тоже проект Навального, когда можно отследить госзакупки и, соответственно, насколько они легальны и осмысленны. Отмента — это «Против произвола полиции» — это такая проадсорсинговая штука, на которой вы можете отметить то, что произошло с вами или с вашими друзьями, какие-то проблемы, чтобы все знали, что вообще происходит. А ОВД-инфо — это вот сейчас он просто на самом деле с сайтом тоже очень-очень используется, потому что это мониторинг заряжания по полиции причемных в Москве, то есть все время отмечается, кого заряжали в какое время, куда его вызвали, что с ним дальше произошло с этим человеком. Тоже актуальный такой альтернативный источник информации. Обсуждение законопроекта. У нас был семинар недавно, на котором мы обсуждали, какие приложения в интернете могут позволить изменить законопроекты и каким-то образом обычные люди, как могут поучаствовать в этом процессе. Ну вот их несколько существует. Краудфандинг — это новая история для России, не потому что слово новое, а потому что, в принципе, вот согласно последним исследованиям, которые проводились, на 5% россиян жертвуют. То есть частные пожертвования — это самый минимальный источник финансирования для НКО и для проекта в целом. Хотя, казалось бы, ну, это очень распространенная культура в мире, но, к сожалению, в России она не развита. У нас преобладают субсидии, гранты международные какие-то или корпоративные пожертвования, как сфот, ну, бюджетно-замечающая функция, уже корпорации вполне. Однако существует краудфандинговый проект, это рында, в широком смысле краудфандинг, хотя это приложение не для обмена денег, а деньгами какими-то, не для финансирования, а просто для взаимопомощи в кризисных ситуациях. То есть можно прислать, вот вчера пример проводился, у женщины многодетной матери нету топора на даче, вот вы можете ей прислать топор, если нужно. То есть много разных позитивных примеров того, что можно сделать. Их тоже на карте отмечаются каким-то образом. Просьбы, вы, соответственно, смотрите, что вам интересно. Я собирала, в Псковской области, например, есть театр, где у нас осталось детей, нам туда привозили безумное количество костюма, например, ну, то есть для театра, и это было очень здорово, мне кажется. Тугезом. Это очень тоже известный портал, они себя сами называют благотворителем анархсиндиката, потому что это команда, которой нет лидеров, они себя позиционируют как абсолютная комьюнити, даже в разделе, вот так выглядит их раздела «Кто мы?». То есть у них 2200 с чем-то человек сейчас, они все фотки просто, ну, залили туда с Фейсбука, и они не обозначают, кто у них руководит, и они все это решают сообща, в своих группах, и, в общем-то, полезная тоже такая история. Каждый может поучаствовать в чем-то. Причем это такая очень разветвленная сеть, у них уже есть ребята, которые работают непосредственно по своим городам, это делает благотворительность локальной. То есть люди не обязательно из Москвы должны помогать кому-то в, не знаю, в Алма-Ате, в Алма-Ате тоже появляется в своей маленькой Тугезе, которая начинает что-то делать. «Лиза-Алект» — это поиск детей пропавших, когда люди объединяются и начинают искать, потому что государственных структур и сил, соответственно, не хватает просто на этот поиск. Все эти приложения, кстати, возникли после пожаров в 2010-х, когда был огромный пик активности и гражданской, и она перетекла в какой-то момент, такое мирное, постоянное русло, они сейчас и работают. «Майксенс» — это минский проект, который сейчас приезжает в Москву, и я надеюсь, сейчас скоро будет и в Питере. Это благотворительный аукцион, когда ты можешь залить свою фотку на сайт, и за тебя люди начнут давать деньги, чтобы с тобой встретиться, ну, то есть продавать себя условно. Недавно одна девушка ушла за 20 тысяч рублей, вот в Москве самая крупная ставка, просто сходила с мальчиком в кафе, и все эти деньги ушли к благотворительному фонду «Настенька», который занимается лечением детей больных раков. И это очень крутая история, когда каждый может поучаствовать, она рассчитана именно на ту аудиторию, которая никогда не занималась благотворительностью. И это также могут быть бизнес-какие-то лоты, когда, например, известный бизнесмен или бизнес-ангел, или какой-то, не знаю, стратег, или консультант просто заливает себя и предлагает встретиться, обсудить какие-то важные дела полтора-два часа. А команда, которая это интересна, ну, когда мы можем с бизнес-ангелом встретиться, так и поговорить просто часа два, это очень сложно. А если он себя продает, уже это можно сделать. И вот, собственно, сейчас скоро будет в Москве, ребята буквально переезжают в течение месяца. И я думаю, что если кому-то в Питере интересно поддержать, то можно им написать и предложить стать, ну, координатором по Питеру. Смерт по нитке известный тоже краудфандинговый сайт, когда можно залить свой проект и каким-то образом попробовать собрать на него деньги. Известная история с этими сайтами заключается в том, что если ты не добираешь сумму, то тебе не дают никаких денег. Поэтому надо прилагать усилия к тому, чтобы, ну, собрать ее каким-то образом. One Minute тоже интересная идея. Ты смотришь рекламу, и за это тебе платят деньги. И ты их отдаешь на благотворительность. То есть ты можешь тупо посидеть 5-6 минут, посмотреть какие-то, ну, промо-ролики и посчитать рекламодателю. Ну, это такая обман, обман системы получается. И ты все деньги, которые тебе за это заплатят, тоже отдаешь на благотворительность. Кроссини. Похожи на мир по нитке, но у них идея заключается в том, что если ты не собираешь денег, то они, ну, как бы у тебя столько на 60-70 хотя бы процентов, то тебе могут помочь их еще найти. То есть они связываются с вами какими-то бизнес-партнерами и говорят, смотрите, какая отличная идея, в нее кто-то поверил, вы можете еще чуть-чуть помочь, и они заработают. Это проект Влада Раскина, она вообще самая звена и работала в интернет-мобильных приложениях и забавно в икоммерческих. В этот момент она решила, что нужно сделать что-то для социалки. Вот такая история получилась. Это, конечно же, не все гражданские приложения, которые существуют, но мне кажется, что воспользовавшись какими-то идеями, какими-то ресурсами, можно сделать что-то еще более крутое. И у меня есть два пожелания. Если у вас есть какие-то еще приложения, о которых вы хотели бы, чтобы мы рассказывали, чтобы они были в этой презентации, присылайте их мне, Дарье Алексеевне, я про них напишу. Я очень надеюсь, что ваше предложение тоже будет в этой презентации, поэтому удачи вам в разработке. Я надеюсь, что победите вы в этом тест-кэмпе или нет, но они так или иначе будут реализованы, и всем вам большое удовольствие желания. Спасибо. Спасибо.